приветствую всех дорогие зрители и подписчики моего канала с вами Владимир и мы продолжаем походить белую ночь так я смотрю у нас маловато спичек так я поскочил немножко запутанно так прокрутить чтобы там было светло что это там такое тень какая-то иди сюда не хочет она ко мне идти и что вроде бы тут не было раньше ладно идем дальше вот тут я был так мимик мимик по доставке закрылась его дело становится только хуже и хуже поэтому у него начались приступы паники ночью он кричит почти как зверь говорят что что-то в его крови делает его сумасшедшим говорят что это семейное передается детям не понимаю мать не хочет объяснять сара тоже меня отхлещут говорит она мы не говорим об этих вещах в вашем доме я грозилась ударить ее я кричала на нее а ничего мне не говорит ясно значит какая-то семейная болезнь у них они обращаются со мной как с ребенком мне пятнадцать я в эндеркласс в бостонской браме у меня есть право знать когда дело касается моей семьи у нас семейка у вас мягко говоря ненормальная что это такое так кто бы это ни сделал у него были серьезные проблемы с женщиной есть ножик так больше ничего нет так заметка для себя тени двигаются мать или уж искать то что от нее осталось кажется меняется с течением времени сначала она была неподвижна как будто запертая в собственном кошмаре теперь она передвигается по дому как незадолго до смерти когда она была слепой махар ждет за дверями где она стоит в непристойных причудливых позах наследуя на следе своего безумия я не могу пошевелиться не боясь ее когтей здесь уху супер а 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 стоп де а а так значит и сама смерть смертна да это хорошо тут что-то так заляпано так рецепты из франции и французских островов тайтианская сырая рыба ингредиенты на 6 порций один фунт сырой рыбы суши класса нарезанные кубиками пол дюйма так рецепт но это мне как-то мало интересует рецепты о ключ так только от чего он интересно конечно у меня был ключ от кухни а вот этого кусочка металла зависела моя жизнь что еще есть рецепт хозяину доставлю много ящиков заполненных книгами ну пока попробуем сюда не давай давай не раздумываю произнесло возглавие понтиру что пока сделать вот так я хотел двери эти открыть смотри что там за дверьми хотя нам стоит на кухню сходить может можно будет сюда и по-быстрому выйти тогда надо поворачивать не в эту сторону а вот так вот пока будет вот так вот а вот так вот а вот так вот так а ну посмотрим еще разок ты там да уходим от удара а то наш сейчас герой обделается от страха ни хера не вижу можно элементарно выйти почему-то свет не горит пошли сейчас спички возьмем вот что-то мне этот музон не нравится что-то мне этот музон не нравится ух ты ж зараза уберись охранить охранить я же вроде бы свет забежал где ты где ты прячься и подруга а вот дверь открыта вот вот она так просто она нас не пропустит я так понял ты же опять она как же это заманить ух ты блин что творится уже уходи так есть может в кухне и в коридоре включать свет да так этот кусочек мяса был бы тем угодно или кем угодно ох тыж спичек завались да спички так дневнику или на вас права 3 вак 21 черт бы побрал этот проклятый закону волсты да пошла уже неделя пошла уже неделя как уинтерстоун привозил последний бурбон с того дня как полиция закрыла ликероводочный завод бекфорда город пуст на саху придется привести провести спирт на следующем судне ананго от азиатского алкоголя у меня все все внутренности жжет но выбора нет это займет недели проклятые продажные погоны могут спать спокойно никто не выйдет из темноты чтобы напасть на них ночью этот глупый лицемерный патернализм на что остается бедным прежде чем заботиться о моем о моем здоровье убедитесь что не полегчает так я должен выйти постараться найти новых поставщиков но тени будут преследовать меня снаружи и особенно когда я за рулем ты знаешь что может случиться ясно видно бухал беспросветно как тут не набухаяся когда такое блин ходит так ясно что тут так несмотря на ветхий вид холодильник еще работал кухня была очень уютно несколько лет тому назад так ага спички поглаз так а это что тут такое возьмем еще спички и откроем дверь в коридор и откроем дверь в коридор и что там там завал да блин тут как сейчас в коридоре я типа включу свет так так придется бежать сейчас можно попробовать в коридор выбежать но не знаю надо бежать до сохранения вот опять все обшаривать ну что только один дневник вот этот в принципе ну ладно стоп стоп так я разложил спичечные коробки по всему дому на случай если электропроводка выйдет из строя это последнее что я сейчас хотел чего бы я сейчас хотел чего бы я сейчас хотел ну давай порвал тут еще все сохраняемся там может из кухни как-то у нас есть ножик а вон тень вон тень гуляет да ухтыж это уже серьезно это уже серьезно это уже серьезно надо уходить туда и до мы бежали ничего не поделаешь давайте сохранимся тут но одну тенью замочили это хоть радует там еще ту шкатулку надо будет открыть кухня пустом, ну а спичек вы бежали, да? блин там свет выключили что-то нехорошо надо выключить внутри смотри смотри что мы делаем блин, сломано давай 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 влазик давай 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 Ну давай тогда воспользуемся. Так что следы возможно вселенная, бывали или она ранена. Так, кто-то там была. Книга. Это уже интересно. Надо включить свет. Да, шнурок похож на змеи. А, вот он сюда пошел. Тут освещение нормально было. Да, шнурок похож на змеи. Снова Селена Сандрик. Так, я нашел портрет тренверской джазовой певицы Селены Сандрик. Жила ли она здесь? Вышла ли замуж за хозяина? И это было просто увлечение. Да, тут еще вопрос. О, тут есть кресло. О, свечка. Можно сохраниться, да? Ну, я так понял, нужно выходить в коридор и включать где-то где-то там свет. Да, иначе никак. Так. Наверное. Звучки еще. Так. Мы идем. Так. Дневник Уильяма Леспера. Тривок 13. 20 февраля 2022 года. Пока я шел домой из дыма и зеркал, я понял, как сильно ее голос заполнив душу. Эта девушка невероятна. Она представилась вселенной. Кажется, она только что приехала в город. Ее голос такой меланхоличный и это так знакомо. Она как лунный луч скользит по тебе, как холодный северный ветер. Через несколько минут даже самые пьяные завсегдаты стояли в первых рядах, некоторые на коленях. Они плакали. Видимо, видно, что она молода, но ее голос не взрослый. Мудрый, будто проживший несколько жизней. Она разожгла пламя, которое давно потухло. Ее песня очистила мне душу, как если бы алхимик пролил дистиллированную воду на пепелище моей незаконченной работы. Это напомнило мне о старой подрухе очень близкой, но очень далекой. За той лишь разницей, что она никогда не спускается на землю. Ясно. Ясно. Мне кажется, что он и таки... Улюбился в нее, но это была любовь безответная. Так, это кто там сидит Так, всего одна лампочка. Дверь кабинета охранялась одним из трех бездушных тел, что наполняли воздух гнилой пылью. Моим единственным шансом на спасение была эта лампа без лампочки. Судьба сводилась со мной счеты. Там есть лампа. Не кто нажал. Ты кто? Ты мне нафиг. Зараза. Значит нельзя подходить, да? Карта нижнего этажа определенно пригодилась. Так, в моем состоянии забудший и загнанный план этажа появился как расловлено. Так. Хорошо, мы в библиотеке. Да, это мы попали вон. Вон кухня вижу внизу. В правом углу. Так, ну в принципе там недалеко до лестницы уже. Да, хорошо. Если бищу лампочку найти. И вот здесь. Блин, там где дрянь сидит. Блин, свеча потухла. Как же так? Так, ладно. Сохраняемся тут и заканчиваем серию. Продолжим уже следующий. Наверное, надо будет выбирать в коридор, где-то быстро искать, где-то втыкнуть освещение. Потому что только оно мы включили в кухне на коридор. Хотя, может, надо было в кухне оставить свет. Дабы он пробивался через те доски и привидение бы не смогло на нас напасть. Этого не знаю, честно. Может и так. Но не факт. Посмотрим, короче, разберемся. А пока. Всем спасибо за просмотр. До встречи в следующей серии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok